Первый год, когда мне не хочется никого, включая сюда самого себя, поздравлять с Новым Годом. Вот, правда, я думаю, что у вас похожее настроение. Все мы оказались в некоторой ситуации, которую каждый из нас может описать словами «Поймай меня, если сможешь». Каждый образует какое-то серое пространство, в котором прячется между собой и государством, в котором мы оказались. И оттуда пытается показать кукиш «Поймай меня». Кто-то уехал за границу, кто-то остался здесь. Но все ушли в эту ситуацию. Я думаю, она и не дает поздравить друг друга с Новым Годом. Я думаю, что она мешает чувствовать праздник. Каждый ведь прячется и прячется по-своему. Мне очень хочется надеяться, что в следующем году эта ситуация так или иначе закончится. Поскольку у нас может быть два варианта следующего года. Первый вариант – закручивание гаек. Окончательная, снова окончательная борьба с Ютубом, Телеграмом и так далее. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Почему? Потому что вот этого самого народу, который спрятался и пытается показать кукиш, становится все больше и больше. И мне думается, что сегодня это на самом деле большинство населения. И этот факт как-то спрятать или победить невозможно. И я надеюсь, что следующий год – это год, когда мы сможем перестать прятаться. Когда мы сможем заявить о том, что думаем на самом деле, а не кривить душой. Поскольку надоело. И мне кажется, я надеюсь, что так оно и будет. И что души наши смогут хотя бы отчасти выпрямиться. И что в следующем году вся эта война так или иначе заглохнет или закончится. По крайней мере, с этими ожиданиями я иду в Новый год. И надеюсь, что у вас они похожи. Поэтому все равно с праздником. И все равно с новой жизнью. Потому что Новый год, сам день, сам миг, сам праздник – это смена старого времени новым временем. И я надеюсь и хочу, чтобы это время действительно стало новым. С наступающим вас! Новый год! Новый год! Новый год! Продолжение следует...